Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Слова Божьего по мере того, как мы исследуем духовные дары и их назначения. Мы нуждаемся в дарах Святого Духа. В церкви обязательно должны быть дары. Я не знаю, почему кто-то думает, что духовные дары больше не нужны. Позвольте вас спросить. Вы считаете, что водное крещение — это бесполезный обряд? Да или нет? Разумеется, нет. Мы верим в водное крещение. А как насчет причастия? Вы считаете, что без него можно обойтись? Конечно, нет. Мы, как церковь, верим в таинство причастия и принимаем причастие в воспоминаниях о Христе. Мы принимаем водное крещение. Мы о нем проповедуем. Мы в него верим. Так же и с причастием. Мы верим в причастие. Мы чтим причастие. Мы любим принимать причастие. И мы постоянно его практикуем. Мы регулярно принимаем водное крещение и причастие. А знаете, сколько стихов в Новом Завете, где говорится о водном крещении? 27. Во всем Новом Завете нашлось только 27 стихов, где говорится о водном крещении. И ни в одном из них нет прямого указания на то, как следует проводить водное крещение. И все же мы его проводим. Мы в него верим. Это часть нашего вероучения. А что насчет причастия? Во всем Новом Завете есть только 28 стихов о причастии. И ни одного стиха о том, как следует принимать причастие. И все же мы его принимаем. Мы его совершаем. Мы приводим аргументы в его защиту. Мы верим в причастие. Итак, водному крещению отведено 27 стихов, причастию 28. И при этом мы убеждены, что это неотъемлемый элемент богослужения. А теперь следующий вопрос. Как вы думаете, сколько стихов в Новом Завете, где говорится о духовных дарах, и где содержатся подробные указания относительно того, как они должны функционировать? Вы знаете, сколько стихов в Новом Завете отведено духовным дарам? 103 стиха в Новом Завете, где говорится о дарах Святого Духа и о том, как они должны функционировать внутри церкви. То есть в четыре раза больше, чем о причастии. В четыре раза больше, чем о водном крещении. Мы верим в водное крещение. Мы верим в таинство причастия. И отстаиваем свое право на совершение этих таинств. При этом мы почему-то думаем, что дары Святого Духа не столь важны. Что это дополнительная опция. Хочу-использую, хочу-нет. Забывая о том, что Новый Завет говорит о духовных дарах в четыре раза чаще, чем о причастии или о водном крещении. Было бы нелогично думать, что дары Святого Духа не обязательны для применения, и что без них можно обойтись. В этой связи важно понимать, что наш Бог — мудрый управитель над всем. И Бог бы не уделил так много места теме духовных даров, зная, что это всего лишь дополнение, что они все равно скоро прекратят свое действие, что они распространяются только на тех верующих, которые жили в первом-втором веке, после чего они утратят свою практическую ценность для нас, как для верующих. Бог не такой. Бог бы так не поступил. Бог — мудрый управитель над всем. Бог уделил этой теме в четыре раза больше места, чем причастию или водному крещению. Это говорит о том, что Бог считает духовные дары очень важными. А сейчас позвольте мне вкратце перечислить те места Писания, где говорится о духовных дарах и о том, как они должны функционировать. Это Римлянам 1.11. Римлянам 10 в стихах с 4 по 8. Первая Коринфянам 1 глава в стихах с 4 по 9, которые мы с вами уже разбирали. Двенадцатая глава с 1 по 31 стих. Тринадцатая глава стихи с 1 по 13. Четырнадцатая глава стихи с 1 по 40. Ифесянам 4.11. Первая Тимофея 4.14. Вторая Тимофея 1.6. Евреям 2.4. И вторая Петра. Четвертая глава. Десятая и одиннадцатая стихи. И если сложить их вместе, то получается ровно 103 стиха, где говорится о духовных дарах и о том, как они должны функционировать в церкви. Бог уделил этой теме столько места, понимая ее важность и то, что духовные дары должны будут и дальше найти применение в его церкви, а значит и в моей, и в вашей. А мы должны будем их принять. Я думаю, что это просто удивительно. И надеюсь, что вы уже узнали что-то новое из Слова Божьего. А сейчас давайте откроем первую главу 1 Коринфянам, на которой мы остановились в прошлый раз. В четвертом стихе Павел пишет о том, что Божья благодать излилась на Коринфскую церковь. Вот что он об этом пишет. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Мы уже знаем, что слово «благодать» происходит от греческого слова «харис». И в прошлый раз я показал вам, что когда благодать, харис, сходит на человека либо на церковь, это всегда сопровождается внешними проявлениями. Благодать нельзя пропустить. Ее нельзя не заметить. Когда она приходит, ее можно увидеть. Ее действия можно почувствовать. Греческое слово «харис» или «благодать» — это сверхъестественная сила, которая укрепляет, снаряжает, преображает того, кто ее принимает, под воздействием которой меняется твое поведение. Благодать наделяет тебя особыми способностями. Вот как это слово используется в Новом Завете. «Когда благодать прикасается к нам, она наделяет нас силой, преображает, укрепляет, оснащает и открывает перед нами дверь в сверхъестественное измерение». Что и случилось с Коринфянами. В четвертом стихе Павел пишет, что «Божье благоволение, Божья благодать сошла на вас, она сразу же приняла осязаемые формы». А пятый стих повествует о том, в чем конкретно это выражается. Здесь сказано, «Потому что в нем, в результате того, что эта благодать сошла на вас, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Он говорит, «Когда благодать сошла на вас, вы обогатились». Благодать всегда обогащает. Когда благодать сходит на нас особенным образом, она всегда нас обогащает. Что это значит? «Обогатились» — это перевод греческого слова «плюсиос», означающего человека настолько богатого, что ему даже не удается установить истинные масштабы своего богатства. Также это слово «плюсиос», переведенное как «богатый», используется в послании к Ефесянам 2.4, где написано «Бог богатый милостью». Это то же самое слово «плюсиос». И это буквально означает, что у Бога столько милости, что Он даже сам не знает, сколько ее у Него. Его милость настолько безгранична, что даже Он сам не в состоянии сосчитать, сколько у Него милости. Бог богатый милостью. Мне нравится, как один толкователь выразил эту мысль. Говоря о милости, можно сказать, что Бог вызывающе богат милостью. У Него столько милости, что Он не знает, куда ее девать. И это хорошая новость, как для вас, так и для меня. То же самое слово используется в 1 Коринфянам 2.5 и описывает удивительные метаморфозы, произошедшие с Коринфянами в тот момент, когда Божья благодать коснулась их сердец. Если принять во внимание их греховное прошлое, то у них имелись все основания думать, что духовные дары не будут через них проявляться, так как в большинстве своем до своего обращения ко Христу они были грубые, жестокие, развратники и пьяницы. Любой из них мог бы сказать, «Да я за свою жизнь наломал столько дров, что Бог едва ли будет меня использовать». Но когда Божья благодать сошла на них, все изменилось. Благодать меняет все, к чему прикасается. Благодать наделила их силой, побудила их к действию. А в 1 Коринфянам 1.5 написано, что в этот момент они обогатились всем, и в частности, дарами провещевания и дарами откровения. Когда Дух Святой сошел на них, когда благодать сошла на них, она сделала их богатыми. Еще вчера они жили в состоянии духовной нищеты, а сегодня они духовные мультимиллионеры. На них свалилось несметное духовное богатство. А это значит, что невзирая на свое прошлое, приняв Божью благодать, вы становитесь обладателем несметных духовных сокровищ. И когда Бог щедро излил на них это духовное изобилие, оно тут же начало проявляться. Так действует благодать. Божью благодать можно увидеть. Это что-то ярко выраженное. Она не приходит молча или незаметно, но всегда сопровождается внешними проявлениями. Павел пишет, что у коринфян это особенно ярко проявилось в дарах провещевания и дарах откровения. Всяким словом это перевод греческого слова «логос», означающего «высказывание» или «речь» и описывает речевые дары Святого Духа, куда входят пророчества, иные языки и истолкование языков. Это речевые дары. Но помимо речевых даров, у них работали дары откровения или знания, где слово «знание» означает сверхъестественное знание или информацию, и включает в себя слово «мудрости», слово «знание», различение духов. Сюда также входит пророчество. Иногда эти дары накладываются друг на друга. Каримфская церковь была обильно наделена духовными дарами. Павел пишет, что она ими обогатилась. Это слово означает «избыток» или «изобилие». В Каримфской церкви речевые дары и дары откровения действовали так часто и так сильно, что верующие ими обогатились. Замечу, что в Каримфской церкви была так щедро наделена духовными дарами, и они так ярко проявлялись в церкви, что Павлу пришлось посвятить целых 40 стихов 14 главы 1 Коринфянам. Они изобиловали духовными дарами. Их было так много, что они не знали, что с ними делать. Павел посвящает целых 40 стихов, где подробно объясняет, каких рамок необходимо придерживаться, чтобы дары могли функционировать должным образом. Пожалуй, во всей Библии нет более известного места о духовных дарах, чем 12 глава 1 Коринфянам. Если у вас есть Библия, давайте мы ее откроем. В 12 главе 1 Коринфянам Павел пишет о тех духовных дарах, которые преимущественно проявлялись в Каримфской церкви. Мы знаем, что помимо тех даров, которые упомянуты в этой главе, существуют и другие дары, о которых вы можете прочитать в 12 главе послания к римлянам, в 4 главе Ефесянам. Это другие дары, которые здесь не упоминаются, другие разновидности даров. Но в этой главе мы читаем о тех дарах, которые непосредственно действовали через прихожан и через служителей пяти форм в любой церкви и в рамках любого служения. Седьмого стиха здесь сказано, «Но каждому дается проявление Духа на пользу», где «каждому» — это перевод греческого слова «хекастос», что подразумевает собой каждого человека без исключения. Употребив слово «хекастос», в данном случае переведенное как «каждому», Павел хочет сказать, что дары — это не какое-то редкое явление, которое достается только избранным, но что те духовные проявления, те духовные дары, те проявления благодати, о которых он здесь пишет, даны, «хекастос», «каждому» без исключения члену тела Христова. Это всеобъемлющий термин, который включает в себя каждого человека, или, как написано в синодальном переводе, «дается каждому», и делается это ради общей пользы, ради общего блага. Бог дает дары Святого Духа, зная, что они пойдут церкви на пользу. Далее, в 8 стихе, Павел перечисляет эти духовные дары. Послушайте, как он их описывает. Одному дается Духом слово мудрости. К этому мы еще вернемся. Другому слово знания, тем же Духом. Заметьте, что Павел часто повторяет выражение «тем же Духом». Дело в том, что людям свойственно считать одни дары лучше других. И чтобы этого избежать, Павел говорит, что у вас могут быть любимые дары, но вы должны понимать, что в Божьих глазах они все равноценны, все из одного источника, от одного Духа. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Далее, в 9 стихе, он пишет «Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом». Далее, 10 стих, «Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разной языки, иному истолкования языков». А в 11 стихе он подытоживает и говорит «Все же сие производит один и тот же Дух». Все они исходят от одного и того же Духа и преследуют общую цель. Все они предназначены для того, как написано в 7 стихе, чтобы принести пользу телу Христову. И согласно 7 стиху, Божья воля состоит в том, чтобы через каждого верующего, через каждого члена тела Христова проявлялись и действовали духовные дары. Кто-то может сказать «Но у меня нет духовного дара». Есть. Наверняка есть. Если Божья благодать сошла на вас, то она наделила вас харизмой. Харис — это Божья благодать. Тогда как харизма — это благодать в действии. Харис — благодать, дает нам дары. Вы оснащены духовными дарами. Это абсолютно точно. И если в вас живет Дух Святой, а Он живет в вас, а дары являются Его собственностью, Он владеет ими. То есть потенциально в вас заложены все дары Святого Духа. И Дух Святой способен проявлять их через вас по мере необходимости. А сейчас я бы хотел зачитать вам свои заметки, в которых я составил перечень духовных даров и их детальное описание. И я бы хотел начать со слова «мудрости», который мы находим в 8 стихе. Это 1 Коринфянам 12,8. Слово «мудрости», где термин «слово» в данном случае является переводом греческого слова «логос», который отражает не полную картину, а скорее ее фрагменты, ее части. Я зачитаю. Слово «мудрости» — это дар, действие которого проявляется в данный момент, когда человек получает порцию или фрагмент сверхъестественного откровения, понимания в отношении к конкретной ситуации. Он проявляется именно как мудрость, потому что в этот момент вы получаете ответ или указание в отношении той или иной проблемы, вопроса или ситуации. В этот момент вы можете идти по улице, быть на молитве или в церкви, и вдруг вас озарило. И в этот момент Бог дает вам лишь малую толику всей информации. Вы не видите всего, но это именно то, что вам нужно знать именно сейчас, на данный момент, и это позволило вам помочь какому-то человеку в его вопросе, в его ситуации, в его нужде. Это фрагмент особой мудрости. А в качестве примера я использую 27 главу книги Деяний. Корабль, на котором путешествует Павел, вместе со своими спутниками и матросами, попал в шторм. Еще чуть-чуть, и они пойдут ко дну. Они долгое время боролись со стихией, пытаясь спасти корабль. И в этот момент Павел получил слово от Господа, которое звучит следующим образом. Не бойся, Павел, тебе должно пристать перед Кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Это Деяние 27. Бог не сказал Павлу, как именно они спасутся и как выйдут из этой ситуации, но дал ему лишь часть необходимой информации. То слово, которое стало для него источником мудрости и помогло найти выход из той затруднительной ситуации, с которой он столкнулся в данный момент. Ему незачем было видеть всю картину целиком. Ему нужно было именно это конкретно слово мудрости. Вот что это такое. Кроме того, в 8 стихе 12 главы упоминается слово «знание», где понятие «слова» — это всё то же греческое слово «логос», означающее частичное, фрагментальное знание, а слово «знание» попросту означает «знать». А вместе выражение слова «знание» означает фрагмент особого знания, которое даётся человеку сверхъестественным образом. А от слова «мудрости» оно отличается тем, что даёт нам способность сверхъестественным образом знать те факты и детали, которые никому неизвестны. Когда Дух Святой даёт человеку слово «знание», часто он делает это для того, чтобы дать адресату понять, что Бог в курсе его ситуации. Когда мы сверхъестественным образом знаем что-то об этом человеке, мы не знаем всего, но кое-что мы знаем. И когда мы упоминаем об этом, его сердце открывается, и он принимает Божью благодать. А в качестве примера можно привести 4 главу Евангелия Иоанна, где описана встреча Иисуса с Самарянкой. Уставший Иисус сидит у колодца. И в это время туда подходит женщина из Самарии. Иисус говорит с ней, и в этот момент Бог даёт ему слово знания об этой женщине. Буквально пару слов. Это отрывочная информация. Он сверхъестественным образом знает о ней что-то, что он никак не мог о ней знать. Как вдруг Иисус получает фрагментарную отрывочную информацию об этой женщине, о её жизни, о её бывших мужьях, и о том, с кем она живёт сейчас. Он не знает всего, но ему известно о ней что-то конкретное. И когда он упоминает об этом, её сердце открывается к осознанию Божьей любви. Это идёт ей на пользу. Это проявление Божьей заботы. Это слово знания. Далее, в 9 стихе 12 главы Павел также упоминает дар веры. Дар веры — это непростая вера, которая описана в послании к римлянам 12.3, где мы читаем о том, что Бог даёт каждому человеку меру веры. У каждого из нас есть вера, но здесь речь идёт о даре веры. Один человек перевёл это как «особая вера». Я думаю, что это хороший перевод. В 1 Коринфянам 12.9 Павел описывает особую веру, некий момент времени, когда человеку даётся сверхъестественная вера, которая проявляется в определённой ситуации для определённого действия. Обычно подобный скачок веры происходит в критический момент, помогая человеку поверить в невозможное и совершить нечто сверхъестественное. Это скачок веры, который имеет божественную сверхъестественную природу и проявляется в определённой ситуации. Это проявление дара веры. А в качестве примера можно привести 14 главу книги Деяний. Это проповедь Павла. Написано, что когда он проповедовал, он увидел веру. Это был дар веры в действии. И Павел обращается к хромому человеку и говорит ему, «Встань и ходи». В этот момент невозможно становится возможным. Хромой вскочил и стал ходить. Это происходит, когда проявляется дар веры. Далее, в 9 стихе, упоминаются дары исцелений. Причём не просто дар, а именно дары во множественном числе. Это очень важно, потому что очень часто дары исцелений принимают различные формы. А чтобы вы знали, на что следует обратить особое внимание, я прочитаю выдержку из своих заметок. Слово исцеления — это перевод греческого слова «еаомай», что переводится как «врачевать» и описывает врачебное вмешательство. Это очень важно. Обращаясь к специалисту, человек не ожидает, что тот исцелит его прямо на месте. Но когда пациент идёт на приём, врач назначает ему лечение, которое приводит больного к выздоровлению или исцелению, где «исцеление» — это ключевое слово. Точно так же есть такая разновидность даров исцелений, которые проявляются не сразу. Всё начинается с молитвы. Но для того, чтобы исцеление проявилось в полной мере, должно пройти время. Вот почему этот дар носит название «дара исцеления». А в дословном переводе «дар излечения» и описывает постепенное улучшение состояния, и которое по своей природе является таким же сверхъестественным, как и чудо, которое происходит моментально. Но если исцеление происходит поэтапно, то чудо моментально. А пример этого находится в 17 главе Луки, где описано встреча Иисуса с десятью прокажёнными, которых он исцелил и велел показаться священникам. Написано, что пока они шли, они очистились. Это не произошло мгновенно. Это был дар исцеления или излечения, который в полной мере проявился в них, пока они шли к священнику. Они должны были поверить, и когда они поверили, они были исцелены. Это пример прогрессирующего исцеления. Далее, в 1 Коринфянам 12.10 Павел описывает дар чудотворения, что в переводе с греческого означает «дары проявления силы». Под выражением «дары чудотворений» или «дары проявления силы» описывается воздействие сверхъестественной силы, в результате которого мгновенно меняются естественные природные процессы и происходят мгновенные изменения. Павел описывает воздействие сверхъестественной силы, в результате которого мгновенно меняются естественные природные процессы и происходят мгновенные изменения. Например, человек может выздороветь со временем. Это процесс, тогда как чудо или сверхъестественное проявление силы происходит в одно мгновение. Под воздействием сверхъестественной силы меняются естественные природные процессы и происходят мгновенные изменения. Это чудо. Вот что это такое. Например, когда Иисус умножил хлеб и рыбу. Произошло чудо. В данном случае это было физическое чудо. Иисус взял их в руки. И когда Он взял их в руки, сверхъестественные процессы пришли в движение. Атомы начали размножаться. И произошло невозможное. Это было божественное вмешательство в естественные процессы, что привело к сверхъестественным проявлениям, чего при обычных обстоятельствах просто не может быть. Библия называет это чудотворением. Затем идет пророчество, которое также упоминается в 10 стихе 12 главы 1 Коринфянам. Пророчество — это греческое слово, означающее «говорить от лица Божьего» или «от имени Бога», говорить заранее, предвещать, сообщать о Божьих намерениях. Если кто-то обращается к церкви с пророческим словом, это вовсе не значит, что он пророк. Более того, в 1 Коринфянам 14.1 Павел побуждает всех пророчествовать. Он призывает всех это делать. И когда человек пророчествует, то, как сказано в 1 Коринфянам 14.3, это всегда ведет к назиданию, увещанию и утешению. Пример проявления этого дара находится в Деяниях 13.2, где Библия повествует о том, что старейшины антиохийской церкви собрались вместе. И когда они постились и молились, Дух Святой дал им пророческое слово. Это было действие пророческого дара. И когда к ним пришло это пророческое слово, они получили от Бога направление, назидание, увещание, утешение и поняли, что должны возложить руки на Павла и Варнаву и отделить их на служение. Далее, в 1 Коринфянам 12.10 упоминается «различение духов». В переводе с греческого «расследование» или «распознавание духов». Этим греческим словом описана сверхъестественная способность, данная человеку, которая позволяет ему различать истинное духовное состояние и отличить те духовные силы, которые стоят за конкретным человеком или ситуацией. Это способность видеть то, что происходит на самом деле. Различение духов имеет сверхъестественную природу. Это сверхъестественная способность различать, распознавать духовные явления и духовные силы. А пример проявления этого дара находится в 9 главе Евангелия от Матфея, где Иисус по своему обыкновению служит людям. Написано, что Иисус видел их помышления. Он знал их мысли. Он сверхъестественным образом узнал, что происходит на самом деле. В одном переводе написано, что Иисус увидел их мысли. В нем работало развлечение духов. Он видел вещи, невидимые человеческому глазу. Он знал то, чего никто не знал. Он получил откровение, потому что все смотрели на внешнее, а он видел их внутреннее состояние. Развлечение духов позволило ему отличить те духовные силы, которые за ними стоят. Далее идут разные языки и истолкования языков. Они всегда действуют вместе. Причем разные языки настолько важны, что большая часть 14 главы 1 Коринфянам посвящена именно им. Дар языков — это провозглашение на публичном собрании послания от Бога на языке, который сам говорящий не понимает. Но согласно учению Павла в 14 главе 1 Коринфянам, он всегда действует в сочетании с даром истолкования языков. Не перевода, а именно истолкования. Он не переводит их слово в слово, но своими словами передает суть послания. Это те дары, которые чаще всего проявлялись в Каримской церкви. Написано, что они ими обогатились. Нигде не сказано, что духовные дары должны были сделать их бедными или глупыми, но они обогатили их и обогащают нас. Нам нужно быть восприимчивыми к действию даров Святого Духа и позволить им действовать среди нас. А наше время истекло. Но когда мы вернемся, мы продолжим разбирать 5-6 стихи 1 главы 1 Коринфянам и узнаем, для чего нужны дары и каково их назначение для Церкви и лично для нас. Если вам нужна молитва, воспользуйтесь информацией на вашем экране и свяжитесь с нами, чтобы мы знали, как мы можем за вас молиться. И не забывайте слова Экклесиаста 4.8, «Где Слово Царя, там власть». И пусть Божье Слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. До следующих встреч. Мы приготовили вам в подарок книгу Рика Реннера «Святой Дух, бесценный дар с небес». В этой книге вы найдете ключ к Божьей силе, откровению о Божьем Слове и общению со Святым Духом. Она приведет вас к неиссякаемому источнику силы, в то место, где Бог уже давно ждет вас. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин